Автомобили такого формата, Megane, 308 в Т9 кузове, Focus, Golf, Passat и Talisman, дизельные, которым до 5 лет, нормальная история, когда у всех пробег 150+. Бывают автомобили с более маленькими пробегами, но надо понимать, что такой автомобиль не может стоить по низу или даже по средней цене рынка. Да, тут надо еще смотреть более детально под этими пластиковыми накладками, как там дела обстоят, на предмет коррозии, потому что всегда, когда разные накладки присутствуют на арке, на пороге, это все-таки скрывает какие-то недостатки, особенно у старых автомобилей. 6-й Passat, 2006 года, 2 литра дизель на механической коробке передач, 6-750. Чик-чик-чик-чик, идем потихоньку, по стойкам, вздутие присутствует, коррозия есть. Над лобовым стеклом вздутие, коррозия, это вот в местах сколов, коррозия по низам дверей присутствует, вздутие многочисленное. Прям-прям-прям все пораздувало. Какую-то тряпку постелить кобрик, залезть по низам посмотреть. Ну, вообще, на добрый толк, конечно, если вы не сильно разбираетесь в автомобилях, то лучше довериться профессионалам. В моем случае могу порекомендовать вам моих друзей, компанию по подбору автомобилей The Best Auto. Все ссылочки под видео в описании. А мы приехали на одни из площадок, потому что здесь 2 или 3 или даже 4 автокомиссионки находятся. Сегодня посмотрим автомобили относительно в невысоком ценовом сегменте, будут попадаться автомобили более свежие, но основная масса, будем заострять внимание, на автомобилях в более низком ценовом сегменте. Это улица Наполеона Орды, насколько я знаю, город Минск. И сразу вот такой вот 406-й пыжик, кристаллинговый, можно видеть. 4 250 долларов за него просят, это 99-й год, 1,7 литра бензин, ну, по крайней мере, указано 1,7 литра бензина на механические коробки передач. 4 250. Я говорил неоднократно, я здесь как-то проводил прямой эфир, и люди написали, было бы интересно более подробно отснять отсюда видео на YouTube в хорошем качестве. Здесь, смотрите, можно зачет сделать этой автокомиссионке, они указывают кредит и лизинг по расчетам. Смотрите, кредит по 236 белорусских рублей в месяц, лизинг по 462 белорусских рубля в месяц. Единственное, не указан период кредитования, на какой срок, и не указано с первоначальным взносом или без. Если меня будут смотреть сотрудники вот данной организации, или хозяин, может быть, дружище, было бы классно, если бы вы указывали, например, там, срок на столько-то лет без первоначального взноса, например, выплата такая-то. Это было бы людям более, ну, как-то более практично, было бы сразу все понятно. Да, он визуально видно, что он свежепокрашенный, ну, относительно, имеется фаркод. Я уже говорил и в миллионный раз повторюсь, что когда автомобиль сделан, покрашен, переварен, старый автомобиль, там, 20 плюс лет которому, безусловно, это большой плюс. Ну, конечно же, здесь дело второе, тут надо смотреть, насколько все качественно здесь было сделано. Ну, так вот посмотреть, да, где-то вот какая-то сорность, какие-то вот огрехи покраски, они присутствуют, но в целом покрашено, сделано, ну, по крайней мере, ЛКП лежит достаточно неплохо. По низам не знаю, кому интересно, смотрите сами, насколько там все качественно и красиво. Ну, вот, если посмотреть, здесь уже ржавчина начала выступать. Вот неприятно, потому что бывает, знаете как, вроде придешь, посмотришь автомобиль, визуально выглядит неплохо, но ремонт ремонту рознь. О чем я говорю? Ведь сами мы все понимаем, что можно переварить автомобиль качественно. То есть, например, если делают пороги, то сначала все вырезают, потом делают внутреннюю часть порога, силовую, качественную. Потом внешняя часть порога вваривается, и, условно говоря, потом вы автомобиль поддонкрачиваете, и у вас поддонкратники пороги ничего не гнется, все четко. Ну, а второй вариант, это когда делают пороги переваривают, внутреннюю часть вообще не трогают, берут просто внешнюю, вваривают. Потом на донкрате автомобиль донкратит, там все проваливается, все прогибается. В общем, все зависит от качества ремонта, в первую очередь. Здесь Peugeot, это 2008, 2019 года, 13 650 долларов за него просят. Все цены указаны в долларах, в основном у нас в Беларуси всегда так редко, где в белорусских рублях. 2019 год, полтора литра турбодизель на механической коробке передач, пробег, кстати, не заявлен, никакой не указан. По кредиту написано, кредит по 766 белорусских рублей, лизинг 1196. Опять же, ни период, ни условия, особо ничего. Вот только что написано, все расчеты осуществляются в белорусских рублях. Цена 42 500 в соответствии с законодательством. Цена в долларах указана. Но, опять же, срок кредитования не указан. Можно видеть на пятиступенчатой механической коробке передач на тканевом салоне. Ну, автомобиль достаточно свежий, поэтому, я думаю, не будет никакого большого смысла смотреть его более детально, визуально. Может быть, панелька у нас загорится, и мы увидим пробег. А пробег здесь 154 тысячи с копейками заявлен. В принципе, в принципе, 154, можно предположить, что он может быть оригинальный. Учитывая, что автомобилю порядка пяти лет, это 19-й год. Ну, опять же, надо понимать, Европа, автомобили такого формата. Megane 308 в Т9 кузове. Фокусы, гольфы, пассаты, талисманы дизельные, которым до пяти лет. Нормальная история, когда у всех пробег 150+. Бывают автомобили с более маленькими пробегами, но надо понимать, что такой автомобиль не может стоить по низу или даже по средней цене рынка. А порой даже по верху рынка такие автомобили продаются с пробегами 150+. Volkswagen Touran 9800, 2008 год. 1,9 турбодизель на автомате. Кредит по 560 белорусских рублей в месяц. Но, как и в предыдущих автомобилях, не указано период кредитования. Где-то бампер не в зазоре. Сколы присутствуют, потертости. Но, опять же, это 2008 год. 16 лет, грубо говоря, автомобилю. Тураны, кстати, гниют очень даже неплохо. Ну, наверное, наряду с Passat B6. То есть кузова у них не на самой высоте. Можно видеть коробку DSG на тканевом салоне. Кому интересно, ну, можно с большего посмотреть, что там вообще по низам, как выглядит. Потому что, ну, скорее всего, там все замазано черным. А может быть и нет. В любом случае вам будет это все видно. По аркам. Ну, кстати, вздутий. Вздутий особо нет. То есть, понятное дело, что автомобили в основном в своем они подготовлены, подготовлены к продаже и визуально выглядят неплохо. Опять же, как я уже сказал, это не минус, это плюс. Но надо разбираться по-простому. Или было сделано качественно, добротно. Или это был фуфел, где подмазали, пеной запенили, шпаклей завалили. Латками там накидали, условно говоря, и все, вот сделали картинку. Надо разбираться. Здесь Туран 2011 года, 10400 долларов, 1.6 турбодизель на механической коробке передач. 608 рублей белорусских в месяц выплаты по кредиту, если рассчитать его в кредит. Так, что тут у нас по кузову? Ну, визуально по аркам все выглядит достаточно неплохо. Ну, диски. Диски, да, есть, ну, понятное дело, бордюрка. Никуда от этого не деться по низам. Кому интересно, я думаю, будет интересно посмотреть. Да, вот Тураны у них, как и у Пассатов, шестых болезней вокруг ручек. Но тут, судя по всему, все это устранено. Так. Ну, да, вздутие все равно присутствует на передних крыльях. Вот можно видеть микро. Здесь тоже ржавчина присутствует. Как говорится, идеальный автомобиль, только новый автомобиль. Ну, и энное количество сколов. Вот, одиннадцатый год, тринадцать лет автомобилю. Засечка такая приличная, по капоту, по переднему бамперу присутствует. С4. Пикассо, каратыш, пятиместный, 11 тысяч 400 долларов, 2013 года. 1,6 турбодизель на роботе. Мне даже интересно, какой у него будет оригинальный пробег. Ну, такие вот косячки, судя по всему, делали бампер. И вот тут вот потрескалось все неприятненько. Потертости присутствуют. На черном цвете хорошо всегда видно сколы, разные огрехи. Здесь не исключение, они присутствуют. Ну, с другой стороны, автомобилю больше десяти лет. Здесь можно видеть тоже бампер, вон, отщелкнут. Где-то подкрашивался, где-то подмазывался. Мне интересно. А, он закрыт на тканевом салоне, на автоматической коробке передач. К сожалению, не посмотрим, что там на одометре. Над лобовым. Ну, над лобовым достаточно чисто все. Каких-то сколов, жуков, коррозии визуально не видно. На внешней части арки вот такой вот небольшой пескоструй присутствует. ЛКП немножко сколы присутствуют. На заднем бампере тоже моментики. Но, опять же, тут можно много смотреть и много чего увидеть. Так как все-таки автомобиль, как я уже сказал, более десяти лет. Немножко деформированная вот эта часть бампера. Незначительная, но, тем не менее. 5008, 2012 года, 1,6 турбодизель на автомате. 11,850 долларов США. Есть следы эксплуатации в формате вот таких вот вмятин. Здесь, здесь. Здесь уже вот скол был. Вот такое вот вздутие ЛКП можно видеть. Коррозировать начало по задним аркам. Видно, тут подчищали, вздутие, судя по всему, были. Кунизам. Ну, тут вот моменты, засечка присутствует. Так, что тут по пробегу мы... А, тоже не увидим, он закрыт. На автоматической коробке передач. Так, BMW X3. Это 30 800 долларов. 2019 год, 2 литра бензин. Ну, в принципе, на панорамной крыше неплохая комплектация, но... Автомобили более свежие, смотрим более бегло. Нас больше интересует сегодня такого формата автомобиля. Хотя, кстати, если мы берем X3, то его уже не пригнать с Европы. Нет, вернее, пригнать его можно, но по старой схеме не пригнать. Сейчас официально можно пригнать только автомобиль объемом двигателя до 1,9 литра. Дорожный просвет до 165 миллиметров. Но этот автомобиль не подойдет. Можно там через Армению или через Грузию, я уже, ей-богу, не помню. Есть костыли в возле, то есть вокруг, через Армению или Грузию там их гонят. Потом в Беларуси не попадают. Но это ведет к удорожанию автомобиля. И хочется сказать, что, увы, санкции были введены на ввоз автомобиля в РБ. И теперь вот такого формата автомобиля, вообще в целом автомобили из Европы, в дальнейшем, по моим ощущениям, они будут дорожать. Автомобили с вероятностью 90% станут дороже, к сожалению. К сожалению. Хотя многие скажут, куда дороже, и так цены космос. Ну да, есть такое. И здесь Opel Astra. Это 2006 год. 1,6 литра на механической коробке передач. Вот 4 250 долларов за нее просят. Старенькая Astra. Можно видеть на 5-ступенчатой механике. Ну, непонятное дело, она комплектная. Даже магнитола присутствует. Ну, если посмотреть, где-то бампер не в зазоре. Ну да, она подкрашенная, она сделанная, более чем уверен. Да, тут надо еще смотреть более детально, вот под этими пластиковыми накладками, как там дела обстоят. Ну, на предмет коррозии, да, там. Потому что всегда, когда, вы знаете, разные накладки присутствуют на арке, на пороге, это все-таки скрывает какие-то недостатки. Особенно у старых автомобилей. Ford Focus в универсале. Без цены. Когда автомобиль без цены, предположительно, можно предположить, что он, ну, может, задаток дали. Или еще не выставили его на продажу. Здесь Opel Astra, это в кузове универсал. 2003 год, 1,7 литра дизель на механической коробке передач. 4,250. 4,250. На тканевом салоне. Ну, салончик такой уже, можно видеть по состоянию, немножко подзатертый. Все-таки годы, годы ничего и никого не щадят. Время идет вперед и, конечно же, недочетов. Особенно красиво зазор выглядит. Смотрите, вот здесь, например, между фонарем и задней дверью зазор миллиметра 3. А здесь он закончился. Понятное дело, что старые автомобили, они уже деланы, варены, крашены, биты по 10 раз. Ну и, конечно же, в таких ценовых сегментах что-то найти хорошее, живое, адекватное, к сожалению, практически нереально. То есть, если у вас, конечно же, невысокий бюджет, 2, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч долларов, то тут остается только одно. Выбираете марку модель, которая автомобиль вам по душе, который нравится. Забиваете на каком-то сайте по продаже б.у. автомобилей. Обзваниваете людей, выезжаете на осмотры, смотрите 5, 10, 20, 50 автомобилей. Выбираете из того, что вы осмотрели, самый лучший вариант и покупаете его. Третьего не дано. Все равно этот автомобиль, даже лучше из того, что вы посмотрите, он будет все равно с целой кучей недочетов и нюансов. Потому что, как ни крути, это 20, 25, 30 лет торчи. Лагуна первая, 1,6 литра бензин 2000 года, 3 тысячи, 650 долларов. 3 тысячи, 650 долларов. И машинки здесь все, они такие, относительно, по крайней мере, в этой части площадки этой, они все достаточно такие покрашенные, наполированные, начищенные. И даже старые корчи, на первый взгляд, выглядят достаточно неплохо, можно посмотреть. И даже качество покраски, я в другой раз начинаю называть и говорить, что вот, ну, идешь там, подходишь, смотришь, там качество покраски, даже автомобиль смотришь, цена 10 тысяч, подходишь, там шагрень, все в подтеках, все в мусоре, прям отвратительно. А здесь даже автомобиль в таком невысоком, казалось бы, ценовом сегменте, но визуально, по крайней мере, форму держит. Насколько долго, конечно, он будет держать эту форму, покажет только время. И первая проверочка у этих автомобилей, это будет ближайшая зима. И вот, если они зимой поездят, вот тогда можно будет оценить воистину качество. Так, здесь 407-й пыжик, это 2010 год, 1,6 литра дизель на механической коробке передач. 7950 долларов. Такие царапины, сколы по лобовому присутствуют. Но, кстати, лобаж целый. Такая желтизной передняя оптика. Весь растресканный передний бампер, прям совсем это как-то не очень выглядит на самом деле. На механической коробке передач, на тканевом салоне. Панорамы нету, имеются шторки. Задние арки как выглядят. Ну да, вроде как коррозии, вздутие, на первый взгляд. Не видно визуально, но по низам, по низам, я думаю, больше сейчас будет видно вам. Есть там коррозия и нету, и как оно все выглядит. Тойота. Тойота Ярис. Полтора литра бензин 2005 года. 1,5 литра, да, на механике. 4850 долларов США. Ну, по ЛКП, над лобовым можно видеть, такая вот недочет и присутствует. Но это, я как понимаю, вот эту полосу красили или подкрашивали, что ли, на механической коробке передач, на тканевом салоне. Кстати, машинка достаточно неплохая, я так скажу, Ярисы эти. По ходовке, по технике они очень хорошие. Единственное, что кузова слабоватые, и здесь не исключение. Вообще-то, йоту в родной краске нереально, мне кажется, таких годов найти. Вот, вздутие присутствует, коррозия. По низам, я думаю, там тоже будут недочеты. Это, конечно, не точно, но я так предполагаю, по порогам есть рожавчина. Это что за колхазня? Где-то бампер не в зазоре, сколы. Здесь Hyundai Creta 2018 год, 101 тысяча заявлено пробега, 1,6 литра бензин, механика 13850. К сожалению, новую Creta уже не купить. Механика, подогрев передних сидений, климат-контроль. Ну, и я смотрю, что надо переходить на другой ряд, потому что здесь автомобили уже более свежие, не сильно это будет интересно. Мы сейчас пробежимся выборочно вот по этому ряду, ну и пойдем дальше тоже посмотрим. Аудюху, я думаю, вот эту А4 мы зацепим за 8950 долларов. Это 2005 год, 2 литра дизель на автомате, 8950. По кредиту все та же история. Примерный платеж в месяц 508 рублей, но неизвестно и непонятно, на какой период времени. С первоначальным взносом или без. 308. Такие вот моменты присутствуют, сколы, ЛКП, повреждения небольшие по заднему бамперу присутствуют. На автоматической коробке передач, на тканевом салоне. Это 2011 год, 1,6 литра бензина на автомате. Ну, по крайней мере, на одом метре заявлен 151,5 тысяча пробега. Я уже списался на 7450 долларов. Если вы большой поклонник 308, вот именно в этом кузове, лучше рассмотреть не бензиновый вариант, а все-таки дизельный. Opel Vectra. 1,8 литра бензин, 99-й год, 3650 долларов. На велюровом салоне можно видеть, на механической коробке передач. Ну, давайте заценим качество, как это все было покрашено, сделано. Здесь уже качество покраски, ну, не сказать, что совсем-совсем-совсем ерунда. Да, учитывая бюджет этого автомобиля, ну, можно вот сблизи посмотреть, да, есть огрехи, есть кратеры, есть подтеки, есть сорность определенная. Но, тем не менее, я бы сказал бы, по 10-бальной на 4 плюс-минус балла. Ну, по крайней мере, пока коррозии визуально, по крайней мере, не видно, а по низам, может быть, ржавчина какая-то и будет. Тут точно не скажу. Ух, смотрите, ребят, B6 Passat 2006 года, 2 литра дизель на механической коробке передач, 6-750 долларов. Это, я хочу сказать, маловатый бюджет для хорошего B6 Passat. То есть, хороший B6 Passat начинается с цены 8+. Что мы получаем за Passat, который стоит 8+. Ну, 8-8500, 9-10. Это, условно говоря, Passat, который переварили, покрасили, и визуально на данный момент он выглядит неплохо. А сейчас мы посмотрим Passat за 6700. Чик-чик-чик-чик-чик, идем потихоньку, по стойкам. Вздутие присутствует, коррозия есть. Над лобовым стеклом вздутие, коррозия. Это вот в местах сколов. Почему я всегда рекомендую вот эти части, если вы покупаете автомобиль более-менее нормальный, вот эти части, стойки, часть капота, крыльев, фары, передний бампер закатывать в пленку прозрачную, ПВХ, да? Как бы это сохранит ваш автомобиль. Так, под ручками. Ну, тут видно, что это шаманили, подделывали, но все равно легкие вздутия тут тоже присутствуют. Коррозия по низам дверей присутствует, вздутия многочисленные. Здесь, ну, видно, кстати, вот это делалось. Но все равно, я думаю, скоро повылазит. Коррозия на арках вздутия присутствует. Чик-чик-чик-чик. Пока не сказать, что они большие, их очень много, но тем не менее. По задней двери можно видеть, тоже тут вот подкрашивали. Тут все вот, прям-прям-прям все пораздувало, все в жучках. По задним аркам тоже вот она ржавчина коррозирует. А здесь ржавчина. Вокруг ручек, ну, я не знаю, плохо видно, но видно, что подчищали, подкрашивали. Но тем не менее, по низам дверей тоже такая же история. Здесь вот делали, но шпаклевка уже треснула вокруг ручки. Кстати, элементарно просто, если вы не сильно разбираетесь в автомобилях, но все-таки приехали и вам надо посмотреть автомобиль, не надо вот вестись на всю вот эту лапшу. И лучше собраться, присесть около автомобиля и просто пройти тест на внимательность. Просто вот сматриваться потихоньку, поэтапно. Вот взяли с переда машины, смотрите, передний бампер, фары, капот, крылья. И постепенно, постепенно находите все косяки. Есть возможность какую-то тряпку постелить, кобрик, залезть по низам посмотреть. Ну, вообще, на добрый толк, конечно, если вы не сильно разбираетесь в автомобилях, то лучше довериться профессионалам. В моем случае могу порекомендовать вам моих друзей, компанию по подбору автомобилей The Best Auto. Все ссылочки под видео в описании. Еще один Passat, B5, 2004 года, 1,9 дизель на автомате, 5650 долларов за него просят. В универсале, рестайлинговый уже. Ну да, красился, делался. Блин, ну и не мудрено, да, блин, было бы странно, если бы я подошел и сказал, что старый пасек не делался, не красился и в родной краске. Вздутие, вот они присутствуют, ЛКП. Не без этого. В общем, нюансы, конечно же, присутствуют. На автоматической коробке передач, на тканевом салоне. Блин, ну здесь много прям, смотрите, вот где-то не дотерли шпаклевочку. Вот смотрите, какая шагрень, как это вообще все выглядит. Ну, здесь качество покраски, я бы сказал, троечка по десятибалльной. Ну, такие вот недочеты тоже присутствуют. Здесь он пообламывал на все. Вон, такие вот трещины на заднем фонаре, их много. Мазда, Мазда 3. Единственный плюс этого автомобиля, это его ходовка, двигатель, коробка. А огромный минус, это его кузов. И здесь не исключение, видно, что он варен и делан и перекрашенный, но даже вот можно видеть, как вот арка. Видно, что тут все выводили, все делали. И все равно он уже рыжня начала сочиться тут по порогу этому на автоматической коробке передач. Тут вмятина, тут не в зазоре. 5-150 за него просят, это 1,6 литра бензин 2006 года на автомате. Дорестовый пыжик 406. 98 года на механике 2,950 долларов. Без малого 3 тысячи долларов. Свеже покрашенный. На механической коробке, на тканевом, на велюровом салоне. Ну что тут скажешь, сделанный, покрашенный. Ну, вроде как, по аркам металл здесь есть. Бывает, возьмешься, а там уже все, ну, зазорчики не очень видно. Она когда-то в задницу немножко прилетала, и не без этого. Но с другой стороны, 26 лет автомобилю. Здесь две векторы. Вот эта вектора, тоже с нюансами по кузову. Где-то коррозия, где-то косички присутствуют. Давайте бегло. 5,450, это механика, 1,8 литра бензин, 2002 год. Такая вот запескоструенная передняя оптика матовая. Здесь векра подороже, 6,350. 2005 год, 1,8 литра бензин на механике. Хочется, ребят, сказать, что, ну, действительно, к сожалению, к сожалению, хочется отметить, что, ну, к большому моему разочарованию все-таки, автомобили как-то не становятся дешевле. А если автомобиль хороший, нет, ломьё какое-то, ломьё, да, там, ушатанное, зафуфленное, можно купить и с хорошей скидкой. Но хороший автомобиль улетают, как горячие пирожки. Вот сейчас хороший автомобиль там за 5, за 7, за 10, за 15 опубликуется в объявлении, сразу улетит. То есть автомобилей продается очень много, а хороших очень мало, к сожалению. Поэтому, к моему разочарованию, из-за того, что сейчас из Европы привезти автомобиль стало дороже, из Соединённых Штатов Америки тоже сейчас уже по старой схеме не привезёшь автомобиль, получается, тоже через какие-то обходные пути. И это всё ведёт к удорожанию. Сейчас автомобили с Европы за счёт логистики становятся на 1,5, на 2, на 2,5, на 3 тысячи долларов дороже. Европа такая же история, становится дороже. Поэтому, ребят, на данный момент не самое худшее время для приобретения автомобиля. То ли ещё будет, подождать ещё немножко, и я не удивлюсь, если цены опять пойдут в горы. Поэтому мой вам совет, бежите за автомобилями, пока ещё можно купить задорого. Потому что дальше может такое произойти, что уже задорого вы не купите, а придётся покупать за очень дорого. Или ходить пешком, тоже как вариант. Жду вас под видео в комментариях для обсуждения всего того, что вы увидели. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!